всем привет дорогие подписчики гости моего канала и снова я со своим обзором моих томатов сразу хочу сказать что в конце разговора о кратком содержании о выращивании томатов у меня есть видео с прошлого года и даже наверное с позапрошлого так что досмотрите до конца кому интересен вот и именно вот данный томат обязательно досмотрите и может быть он вам понравится еще есть время его прикупить и выросли для себя так семена я собираю уже давно свои вот как-то купила такой вот французский гроздевой и не пожалела сибирского сада вот что же нам тут говорит производитель а что он говорит а говорит только все хорошее вот можете сами прочитать могу вам быстренько тут проскакать по тарахтить куст детерминатные высотой до одного метра но мне вырастает в теплице высокий я сажаю в теплицу если останутся какие какая-то рассада я ее не выбрасывать так как знаю что он мне всегда отдаст урожай и сажаю даже под пленку очень даже хорошо выручает вот сначала я здесь написано без посынкования но сначала я веду два степля а потом уже конечно он у меня и резвится у меня многие резвятся так что я им даю свободу действия как хотят так и созревают вот особо им не мешает только в начальной стадии конечно так за ними наблюдаю а потом уже вот сами решает что им и как мне отдать но отдают в основном все без остатка нравится как какая у них отдача созревает кажется написано что это вот среднего срока созревания но это все-таки мне кажется что он и поздний сорт так как созревает концу лета вот ну здесь вот такая особенность у него есть так что можете не волноваться если что-то у вас там пойдет не так что нету там зависели что и с другой стороны это очень даже и к месту что он созревает концу лета так как мы уже летом наедимся всяких там салатного типа томатиков вот а для консервации мы всегда консервацию оставляем на потом то есть на осень когда все очень созреет чтобы все вместе все это сделать приготовить томат этот очень легкий у меня дальше будут фотографии там есть когда я последний раз их снимала в теплице уже посеяна уже большая горчица и он там весь стоит увешанный весь уже без листьев конечно весь обвитый как попало и вот последняя съемка у меня была по моему 2 октября да вот но там есть много фотографий где там тоже стою в теплице все красно уже убраны а с правой стороны на крайней грядке у меня там вот эти вот как раз вот французы сажая их конечно же один корень в одну лунку ему отдельно дают так как он посынкуется вот и даю свободу действия надо ему конечно расстояние побольше друг от друга ну вот он у меня по всей длине теплицы вот занимает вот он только он еще к нему в ноги и подсаживаю вот ранние томатики вот но для раннего урожая так как ну я потом все буду показывать кому интересно вы заходите подписывайтесь в общем и все будете узнавать вот некоторые эксперименты у меня всегда проходят вот такая вот я девушка вот и а еще хочу сказать что он очень хорош заморозки там у меня есть фотография тоже как я делаю томатные этажерки ну вот с пищевой пленкой и вот как раз вот они для заморозки не текут даже есть у меня тестирование моих томатов как-то один тоже мой друг блогер задал такой вопрос какой он есть я там даже протестировала специально для него вот какие вот они после разморозки уже получается еще вот хорош вот все опять с этой баночкой ну куда деваться как раз вот это для консервирования вот эти томаты самое то вот смотрите пожалуйста вот он французский его с банановыми ногами вот пожалуйста это вот как раз осенние томатики что банановые так лёшки и вот французский гроздевой тоже сажала я значит все его вернее сначала и вот 7 пеленки я села февраля прошлый год так вот 13 номером он и меня идет так что и не никого ничего не обманываю все у меня идет как по плану я записываю вот так и сажала я его в теплицу вот 22 22 апреля тут еще нашла запись думаю когда же у нас был мороз то мороз я помню чтобы был вот на майские праздники у меня уже томаты все были в теплице уже все высажено вот на 31 апреля и до 4 мая ночью минус до 5 вроде почему-то подписано ну очень видно это так что вот все вот сколько тут как раз на майские праздники пять дней вот такой вот морозище был правда они у меня там были укрытые все томатики хорошо со мной под пленкой и под это укрытым все выдержали молодцы стараются ребята для меня так что вот очень рекомендую обратить внимание на этот томатик вы не пожалеете смотрите дальше фото всем приятного просмотра заходите на мой канал подписывайтесь обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео следующий наверное у меня будет томатик сделаю обзор тоже любимец это пузата хата так что до встречи увидимся и Продолжение следует... Продолжение следует...